Тема изменения рынка труда в эпоху распространения коронавируса серьезно заинтересовала жителей Тверской области. Накануне наша съемочная группа рассказала, какие специалисты требуются в первую очередь на тверских предприятиях. Сразу после эфира мы получили еще обращение с просьбой разобраться в вопросе приоритетов при найме на работу людей разного возраста. Особенно интересует нашу аудиторию тема под названием «Теория поколений». Ее суть в том, что сейчас в одном пространстве существует сразу несколько поколений. И как минимум три из них функционируют на одном рынке труда. Это поколения «Х», рожденные в 60-х-80-х годах, миллениалы, середина 80-х и начало нулевых. И последнее поколение «З» — детей, которые родились после 2000 года. Но кого в конечном счете выбирают работодатели? Как умеют выстраивать рабочие отношения люди разных поколений? И бывают ли конфликты внутри коллектива? Все это попыталась выяснить наш корреспондент Наталья Чекет. Львиную долю времени жители областной столицы проводят на своем рабочем месте. Они трудятся в коллективе, где каждый сотрудник так или иначе взаимодействует с коллегами разного возраста. Чтобы решать поставленные задачи и достичь результатов, необходимо искать общий язык, приспосабливаться к ситуации. Мы решили выяснить на одной из главных улиц областной столицы, каким образом жители выходят из конфликтных ситуаций. И самое главное — как умеют сотрудничать внутри коллектива. Все старались помогать. И молодежь так и прислушивалась к более старшим. Но как-то все дружно так работали. Одинаково. Просто как бы, ну, надо иметь деловой подход. То есть не возникало каких-то конфликтов поколений? Конфликт поколений? Да, я просто очень такой добродушный человек. У меня никогда не возникало проблем. Не возникало ни с кем. А вот вообще в коллективе не замечали? Да нет, не особо. Нет, нет. У нас было все хорошо. То есть никакого недопонимания? Нет. Была дружественная атмосфера? Абсолютно, да. Впрочем, рассказывать на камеру о возможных конфликтах респонденты отказались по понятным причинам. Зачем об этом рассказывать всем зрителям нашего телеканала? Но зато они охотно делились опытом, каким образом проходит набор сотрудников в те или иные организации. Если ты хочешь купить подешевле, то нанимаешь молодого. Его можно обучить, ему можно платить дешевле. Если нужен более опытный специалист, то нанимаешь с оптом. Ты более возрастного специалиста. По-разному. Зависит от квалификации. Прежде всего, это квалификация, а уже потом непосредственно возраст. Знаете, у нас хороший начальник был, поэтому он по способностям, если человек что-то из себя представляет и что-то умеет, то он им и давал предпочтение. Я считаю, что это очень разумно. И все должны так делать. Как на самом деле обстоят дела, знают в Тверском государственном техническом университете, потому что именно сюда поступают запросы на специалистов от будущих работодателей. Например, в промышленном и финансовом секторе предприятия региона ищут молодых и активных сотрудников, которые легко поддаются обучению. Если мы говорим о таких вот специальных каких-то требованиях, критериях, основной критерий, это даже профессионализм безусловно важен, но основной критерий это желание и способность обучаться. Потому что очень сильно меняется, ну, например, если говорить о промышленных предприятиях, оборудование новое появляется, появляются какие-то новые технологии, необходимо постоянно учиться. Сами будущие работники обращают внимание, конечно, в первую очередь на заработную плату. Но это не единственный важный фактор при выборе вакансий. Молодых людей также интересуют социальные программы, которые может предложить организация. Что касается самих организаций, то на начальной должности преимущественно выбор идет в сторону молодого поколения. А вот для руководящих должностей требуется опыт, а значит и возраст постарше. Если говорить о руководителях, конечно, хотят с опытом работы. И здесь уже разговор, конечно, обычно идет о более опытных специалистах с каким-то определенным багажом знаний. А если говорить о начальных, ну, там, каких-то инженерных, например, вакансиях, да, или специалистах, то стараются брать молодых, чтобы можно было обучить под конкретные условия работы. Однако состояние современного рынка труда диктует свои правила. И иногда случается так, что люди, которые претендуют на новую работу, недостаточно компетентны для желаемой должести. Поэтому, например, в службе занятости населения Твери реализуются программы по профессиональному обучению безработных граждан. Первый план, конечно, выступает это профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование безработных граждан, которое наиболее востребовано у наших безработных. Ведь это уникальный шанс повысить свою конкурентоспособность на рынке труда, получить какие-то дополнительные профессиональные навыки, повысить вообще свою самооценку. И как отмечают специалисты, в современном мире выигрывает тот работодатель, который умеет наладить взаимодействие представителей разных поколений, используя в полную силу потенциал, знания и умения своих сотрудников. А главное, не год рождения, определять способности человека достигать высоких результатов, а его индивидуальные и профессиональные навыки. А в следующих выпусках новостей мы расскажем, как вести себя на собеседовании и чего ждут работодатели при первой встрече с соискателем.